И всем привет, уважаемые зрители, с вами Ингвар, и добро пожаловать на очередное видео, и добро пожаловать в рубрику Ингвар Ньюз. И сегодня мы снова будем рассматривать различные новинки. По названию видео вы уже, наверное, поняли, что мы сегодня будем рассматривать, а именно, новые, абсолютно новые трансформеры, так сказать, вышли, как бы фоточки есть, то есть по серии Transformers Studio Series. То есть, да, мы сегодня рассмотрим, их немало, наконец-таки мы дождались этого, и я дождался этого, потому что я очень уже хотел новинок, вот, увидеть, посмотреть, и, в общем, все, фото слили, сейчас мы будем их рассматривать. Значит, это, опять же, все на Toy Fair 2020, представили нам около 8 трансформеров, может, чуть больше, меньше, где-то так, я так это на глаз сейчас посчитал, потому что у меня сейчас картиночка перед моими глазами, да. В общем, что, давайте не будем тянуть время и начнем рассматривать. В общем, все, вы на экране видите вот эту классную, обалденную картиночку, здесь 2, 4, 6, 8, да, трансформеров, есть и автоботы, есть и десептиконы, есть и делюкс-класс, есть и вооджер-класс, и, как я понимаю, посередине это у нас лидер-класс, то есть не вооджер, а лидер. Так что, немало здесь нам представили на этой теме Toy Fair 2020, так что, сейчас мы каждого рассмотрим поближе, ну, в общем, я очень рад, что их сделали, как я говорил в видео в отдельном, в прошлом году, какие должны сделать, и вот, про которых я говорил, они сделали, но про одного я точно не знал, что, так сказать, его сделать. Вот, вот, как-то так неожиданно, я думал, будет в серии Transformers Siege, Warfare, Savitra, но они сделали здесь, что есть очень хорошо. Все, рассмотрим вот этих поближе, надеюсь, картиночки можно брать, и ничего за это, как бы, не будет. Представили нам делюкс-класс троих, это Soundwave в виде спутника, это Top Spin, Racker по третьему фильму, и Cliffjumper по фильму Bumblebee. В общем, они хороши, мне они понравились, но мы будем сейчас рассматривать каждого поподробнее, а именно, начнем мы с Soundwave. Вот такой у нас Soundwave имеется, здесь я как-то читал комментарии, и в YouTube, и в ВКонтакте, еще где-то читал, что, как бы, прошлый был лучше. Как бы, сейчас они вот сделали, да, не постарались, но все же прошлый был лучше, а этот, как-то, не знаю, слишком простенький или не очень удался. Но что я могу сказать? Да, прошлый по второму фильму был, наверное, слегка лучше, и в виде робота он был, да, прикольным. Но это тоже, в принципе, неплохо. Голова, она, ну, неплохая, детальная, мы видим, здесь у него красный такой, как, ну, как глаза, не глаза красные, мы видим. Мы видим части спутника, то есть это, получается, у нас ноги, это руки, еще, получается, задняя часть у нас будет спрятана, плюс этот десептикончик у нас будет на подставочке. Я вот даже не знаю, это подставочка у нас будет просто где-то отдельно в коробочке, либо это, как бы, как оружие, и где-то на нем, так сказать, будет прикреплено сзади. Вот это еще пока непонятно, но, скорее всего, это просто будет подставочка отдельно, что, как бы, в принципе, неплохо, потому что студия Series, это, в принципе, такие, как коллекционные фигурки, не совсем, как игрушки, чтобы, так сказать, покидать, потратить деньги, покидать, сломать потом, упс, я бы не сказал, что студия Series, это, так сказать, для игр, а, так сказать, больше подходит на полочку, чтобы, так сказать, на полочке стояли и радовали вас. В общем, Soundwave в виде спутника выглядит, в принципе, неплохо, не могу сказать, что он ужасен, но в виде робота он выглядит вот так. В виде робота, в принципе, получше, да, может быть, оттенки слегка, может быть, вы, например, хотели немножечко, чтобы они сделали по-другому, но мы получаем вот такого Soundwave. В принципе, не совсем позорный Soundwave, еще взять, в принципе, можно, я его, естественно, возьму, потому что я хотел Soundwave в виде спутника, очень давно продавался, я хотел, он был еще, так сказать, Battle Tag, у нас такой был Soundwave и Bumblebee, но не получилось взять, и, в принципе, наверное, хорошо, потому что сейчас вот такой имеется, и, как бы, он, в принципе, очень похожий, как в фильме, то есть, такие оттенки. Переходим дальше. Топспин, что выглядит очень хорошо, да, у меня есть топспин по третьему фильму, само собой, и могу сказать, что тот топспин тоже хорош, если сравнить моего и этого, они оба хороши, но у этого, как я понимаю, голова будет чуть больше, а может быть, даже по размерам одинаково, здесь спорный момент, но все же он выглядит неплохо, эта тема имеется, как и у моего, голова, в принципе, такая, но может быть, чуть-чуть лучше. Дальше мы видим здесь такие серые запчасти, они не просто серые, они такие, как бы, как серебряные, и, в принципе, все сочетается детальненько, все, как, в принципе, в фильме, опять же, имеется два оружия, их можно, получается, вытащить и, например, сюда одеть, или, например, просто, когда мы трансформируем в машину, да, и я планирую, наверное, его все-таки брать и поменять, или бы двоих иметь, я не знаю, но он, правда, очень классный, а в виде транспорта он вот такой, то есть, классный, имеется что? Много пушек, сама машина необычная, то есть, такая гоночная, спортивная машина Impala, да, здесь у нас имеются еще надписи, то есть, машинка, правда, классная, красивая, мне нравится, и вообще придраться к ней к чему, если сравнить моего, то тоже неплохо выглядит. Но, в общем, столичка, и также есть информация, что будет и Ледфуд по третьему фильму в серии студии Series, то есть, получается, Ротбастер анонсировали, Товпин, Товпин также, и остался у нас, кто правильно, Ледфуд, он скоро также будет известен. В общем, переходим дальше, и вот Cliffjumper Deluxe Class, опять же, он выглядит, правда, хороший, я как знаю, это получается, вроде бы, как двойник Bumblebee, что-то в этом роде, но все же, голова, правда, сделана хорошо, качественно, мы видим лицо, мы видим рот, все мы видим, у него имеются здесь, как бы, такие маленькие рога, пушка имеется, потом ноги, в принципе, тоже неплохие, и руки тоже достойные, ну, и туловище мы видим, это, так сказать, перед машиной. То есть, он такой вот темно-красный, такой слегка бордовый, бордоненький, да, и он сделан здесь, если мы посмотрим на эту машинку, он сделан, как бы, как на Кибертроне, да, то есть, машинка, как на Кибертроне, очень интересная, необычная, можно здесь сказать, необычная, такая фантастическая, что-то выдумано, и, как бы, машинка, правда, классная, и трансформация должна быть, в принципе, интересная. То есть, вот, про него могу столички сказать, правда, достойный тоже трансформер, и его, естественно, нужно брать. Все, переходим дальше, и это у нас уже Voyager класс. Его мы, конечно, рассматривали, это, так сказать, Constructing Devastator, я тогда уже про него говорил, рассматриваю, но просто решил тоже вам еще раз, так сказать, напомнить, показать. Вот он весь такой желтенький, яркий, мощные колеса имеется, оружие здесь имеется на левой руке, на правой руке такое интересное оружие имеется. Сам он по себе тоже неплохо, интересен, ну, в общем, про него столичка могу сказать, потому что мы его уже рассматривали. Переходим дальше. Да, Sentinel Prime. Я вам говорил, что Sentinel должен быть в серии Studio Series, так оно и есть. Но, к сожалению, они сделали почему-то его Voyager класс, хотя, я думаю, что будет в лидер класс, как бы, это логичнее, потому что Megatron, лидер класс мы имеем, но почему-то решили сделать Sentinel'а Voyager. Как бы, если говорить про Optimus'а, то, да, его везде делали в Voyager класс, и, в принципе, тогда понятно, почему. Но тогда зачем делали Megatron'а в лидер класс, как бы, он повыше, да, но, блин, в общем, ладно, сделали, как сделали. Что можно сказать? Имеются цвета красные, темно-серые, вот эти темные оттенки имеются, это все, в принципе, неплохо. Но вот как-то вот эта часть мне, не знаю, может, я придираюсь, но вот эта часть как-то так выглядит слишком грубо, вот такая вот эта мощная запчасть здесь имеется, слишком как-то грубоватенькая. А так, мы в фильме вот этот моментик помним, что у него вот так вот выглядело, да, есть. Голова, правда, шикарная, как будто голову взяли из фильма и сюда вот запихнули, то есть постарались очень хорошо. Руки хорошие, это имеется оружие, здесь имеются два колеса и тут. В принципе, могу сказать, что у меня Sentinel есть лидер класса по третьему фильму, когда выходил, да, и я, наверное, менять не буду, либо, вот не знаю, тоже здесь спорный момент, но пока что я подумаю. Ну, а видя машинки, он выглядит вот так и, в принципе, очень хорошо, то есть как и по третьему фильму фигурка, которая у меня имеется, так же выглядит. То есть они постарались, молодцы. Переходим дальше. Этого имя я вот не помню, как-то на С, Skyjack, Skypejack, возможно так, возможно нет, и как-то в голове что-то как-то на буковку С, и все. Имя не запомнил, то есть это получается как, ну, не близнецы или еще что-то, то есть я в это не вникал, но они решили сделать одинаково, то есть это как Rampage, только желтого цвета, и, естественно, оно имеет другое имя. Но все одинаково, как бы если вы не хотите брать Rampage, потому что он красный, и вы хотите в желтом виде брать, то, пожалуйста, берите. Если вы хотите иметь двоих, то, пожалуйста, вот, но как бы он как трансформер вообще хорош, как трансформер, вот такая строительная техника тоже хорошо, выглядит все супер, но просто вот как бы он желтый и имеет другое, так сказать, имя. То есть про него стольчика. Близзуинга, наконец-то, они сделали его в серии Studio Series. Я говорил об этом, что они должны сделать, они обязаны сделать, потому что если мы имеем Бамблби, мы имеем дропкика, шаттер и так далее, и как бы не иметь Близзуинга в смысле, вот, они сделали, и что? Все как в фильме Бамблби, шикарно выглядит, цвета прекрасные, так сказать, плавные переходы, очень приятные вообще-то цвета, могу даже сказать. Голова, правда, очень шикарная, хороша, то есть детальненько все как в фильме, кабина самолета имеется, здесь у нас имеется одна пушка, видимо, одна, вряд ли две, либо может быть даже две, но они будут соединяться в единую. А, возможно, это одна большая, и это получается тоже Voyager класс, так что в виде робота он выглядит так, правда, шикарно, но в виде истребителя он выглядит вот так, то есть это истребитель, истребитель. У нас имеется вот здесь пушка, видимо, и здесь будет иметься ракета, то есть, наверное, даже как две ракеты как-то там объединятся в пушку или еще что-то, то есть в виде истребителя выглядит тоже хорошо. Хорошо, переходим дальше, и этого мы здесь птикона также видели, очередной констракт экран, который нужен к девастатору, то есть это у нас получается как бы как таз девастатора, да, и получается в этом году мы уже сможем собрать девастатора полностью. Я надеюсь, что я смогу, потому что у меня, в принципе, есть все шансы. Значит, в виде робота он выглядит шикарно, в виде транспорта мы уже рассматривали, вот здесь просто почетче такая фоточка, и правда, интересный вылет, это получается, как я понимаю, лидер класса будет, не Voyager, а лидер, в принципе, правильно. Сам он будет, так сказать, может быть не супервысокий, где-то может такой, но он будет вширь очень огромный, и это как бы плюс. И у меня еще имеются вот такие фоточки, значит, я здесь вот такое взял, какое-то просто поближе фоточка, потом Sentinel, вот такое, имеется фото, в принципе, здесь как-то выглядит, как-то не знаю, или страноватенько, мы видим фон, во-первых, мы здесь видим фон по третьему фильму, то есть это у нас Chicago, если не ошибаюсь, да, но здесь как-то он страновато выглядит, но хотя здесь он выглядит, как будто он сделан весь из металла, да. Но на фоточке, которую мы раньше видели, так сказать, недавно его только что вот видели, там как-то он лучше выглядел, но здесь, в принципе, тоже неплохо, но как-то, может, вспышка не очень здесь сыграла, вот, ну, в общем, имеется у меня вот такая фоточка, и еще вот такая имеется у меня фоточка, то есть как он в коробке, то есть вот такая коробочка под номером 61 у нас, естественно, по третьему фильму, то есть сначала вот это было фото, и как бы думали другие, это оригинальное, не оригинальное, но как бы это, естественно, не фейком будет, потому что зачем кому-то так вот брать и заморачиваться, запихивать сюда, прорисовывать, конечно же нет, то есть это было понятно, что это не фейк. В общем, вот имеется у меня фоточка, где Sentinel в коробке. Ну и в общем вышли у меня вот такие InGuar News, правда, очень много всего интересного, то есть у нас было, в принципе, недавно InGuar News по LEGO, сейчас InGuar News по Transformer, возможно, в ближайшее время еще будет InGuar News, потому что, в принципе, должны быть сливы очередные. Если говорить про Transformers, то что? Они, в принципе, все шикарны, все супер сделано, мне нравится в виде роботов, да, в виде техники транспорта, там, строительной техники, истребителей, еще в каком-то виде, все шикарно сделано, мне нравится, имеется немало по Deluxe-класс, имеется Voyager-класс несколько и Leader-класс, то есть все шикарно, мне все нравится. Конечно, вот про Soundvo его, возможно, да, там спорный момент, но все же его можно взять. В принципе, я бы хотел почти что всех их взять, потому что, правда, они шикарные, никого почти что у меня из них нету, только парочку, но, в общем, про это я могу сказать стоечко, и вам также рекомендую их брать. В общем, вот такой у нас получился сегодня как бы как обзор, мы рассмотрели новиночки, надеюсь, вам было интересно, напишите в комментариях, что вы думаете об этих трансформерах, кого будете брать в первую очередь, да, и в кого вообще хотите взять из этой, так сказать, волны, да. В общем, пока что стоечко. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам видео понравилось, не забывайте подписываться на канал GameCubePlay, ставьте пальцы, комментируйте, рассказывайте своим друзьям, тем больше о нас, тем лучше, и увидимся в новых видео. Всем пока!